У нас еще два предложения, которые были. Первое, это все-таки на комитет по местному самоуправлению вынести вопрос о внесении изменений в нормативные акты и определить их порядок, взаимодействие, если потребуется собрать совещание при главе города совместно, я так понимаю, с прокуратурой. Кто за это предложение? Кто против? Вы сдержались? И третье предложение, которое внес Юрий Владимирович Шахонс, это вынести на комитет по местному самоуправлению на рассмотрение вопрос об отпуске, о работе, о руководителе, главе администрации, его заместителей. За какой? За первый квартус? Нет, вообще просто об их работе. Вот их назначили, этого назначили, этого назначили, нарушили все законы, все нормы Трудового кодекса. Вот я просто хочу спросить коллег депутатов, поднимите хоть кто-нибудь, кто-нибудь поднимите руку, кто удовлетворен работой, кто считает, что это правильный сегодня поступок их, отсутствие их у нас в городе при такой ситуации сложившейся. Кто-нибудь может руку поднять и поддержать? Нет? И это просто, ну на самом деле, очень выпиющий случай. Вообще, люди из Нижнего к нам приехали, саньки-маньки, и работы никакой нет. Юрий Владимирович, давайте не будем делать политические заявления на бюджетном комитете. Между прочим, 27 голосов было собрано за этих... Ну не думали, что такое беспредел, поэтому и хочется этот вопрос застричить. Никто не был против, все были за. Причем, я не знаю, кроме коммунистов, кроме коммунистов, поэтому, уважаемые, уважаемые, нравится, не нравится, работайте под руководством. Хотят в отпуск ходят, хотят не ходят. Юрий Владимирович, мы сейчас опять 20 минут будем рассматривать вопрос. Во-первых, мне хотелось бы понять, имеем право обсуждать оценку работы главы администрации. Нет, я отправляю, я отправляю на МСУ, я предлагаю отправиться на МСУ и там обсудить. Давайте отправим. Юрий Владимирович, я не принимаю, будет ли голосовать за это? Будем. Значит, у меня тогда такое предложение, чтобы предложение, которое будет от комитета исходить в адрес комитета по местному самоуправлению, оно было развернуто. То есть, позиция вашего комитета была развернутой. Там, значит, нужно развернуть, в том числе и предложение ваше, чтобы комитет по МСУ, так сказать, не догадывался, о чем вообще, говорят, суть обращения. О чем вас? Комитет по МСУ не понимает, что у нас происходит. А вот и, пожалуйста, напишите, да, чтобы я, так сказать, не размышлял, что подразумевалось. Вот у меня такое предложение. Выполнение специальных обязанностей новой администрации будет. Да, вот и все. Так мы его отправляем на комитет по местному самоуправлению. Юрий Владимирович нес предложение рассмотреть. Я туда приду. Он присутствует на нашем комитете. И дам вам развернутой. Он имеет право. Не, я знаю, что он как член комитета, но он как член другого, председатель другого комитета имеет право. Просто даже депутат. Да, как депутат. Просто только депутат. В чем комитет? Юрий Владимирович, ваше предложение мы записали, мы его сформулируем. Правильно? Я уже коротко так сказать. А мы голосовать за него не будем. Будьте, мы собираемся это делать. Давайте проголосуем. Дай нам проголосовать. Кто за предложением Юрия Владимировича? Подождите, я дополню предложение Юрия Владимировича, для того, чтобы комитету по местному самоуправлению было проще разбираться с этим вопросом, поручить докладчикам сделать и поручить Юрию Владимировичу приготовить этот вопрос. Юрий Владимирович, вы согласны с этим вопросом? Абсолютно точно. Правильно, правильно. Предлагаю проголосовать на вопрос Юрия Владимировича с дополнением Игоря Дмитриевича Кашининского. Кто за? Против? Вы сдержались? Спасибо. Переходим к следующему вопросу. О финансовой ситуации и результатах инвентаризации МОП-экспресс. Докладчик администрации. Кто будет от администрации докладывать? Давайте тогда сформулируем... Нет, Юрия Владимирович, у нас я этот вопрос санкциирую, и это, кстати, одно из претензий, что нас в очередной раз обещали, никто с администрации не пришел. Может, мы просто сейчас сформулируем вопросы, которые не подготовят городской думе. А может быть, у нас есть представители от администрации? Андрей Вячеславович, пожалуйста. Андрей Вячеславович, пожалуйста. Он у нас отставленный. Он у нас отставленный. Я здесь делаю, что в повестке дня, в данном случае у меня этого комитета, этих вопросов не было, поэтому представители по этому вопросу не подготовлены. Во-вторых, действительно правильно говорить, давайте подготовим все вопросы, мы передадим исполняющему обязанности главе администрации. Он подготовится, и в любой момент он доложит хотя бы или на городскую думу, или перед думой вы соберете комитетом, бюджетом, а в столу. Я могу с вами видеть вопрос, который мы... Не, во-первых, первый момент, это нести в повестку дня ближайших сезонников. В апреле вы использовали совещание, на которое мы запросили. Юлия Юрьевна, можно я сейчас объясню, почему я хочу именно на этом? Потому что, а, первое, несмотря на то, что я задавал вопрос, результаты проверки, ревизии уже прошли, они где-то есть, но никто их не видел. А я видел сегодня таблицу скользь, где есть начальная и конечная стоимость имущества подвижного, непредвижного, там уже нулевая стоимость. Но нет ни рыночной оценки, никакой. Второй вопрос. Нам обещали то, что до конца инвентаризации не будет продано ни одно имущество, это МУПа, пока мы не увидим, какая там стоимость ее есть рыночная и хватит ее на кредиторскую задолженность. А информация, если она, на самом деле, правильная, то, что сейчас уже движимое имущество реализуется, уже сегодня. Мало того, реализуется то имущество, которое нужно, там какие-то покупатели есть, рассказывают, кто-то покупает непонятно за какими деньги, а у нас есть местные МУПы, которым это нужно на сегодняшний день. Вот только сегодня разговаривают, лучше бы я купил, чем непонятно кому продают. Поэтому, чтобы это остановить, в конце концов, и понять, что там происходит, мне бы хотелось, чтобы глава, руководитель муниципального предприятия ответил на эти вопросы. Дал, во-первых, акт инвентаризации, второй ответил, действительно ли реализуется какое-то имущество на этом предприятии. Пока они его полностью не распродали, это за бесценку. Вопросов достаточно много, Лисакий очень правильно поднимает, всех беспокоит городское хозяйство. Буквально в 16.00 состоится заседание у главных городов по Совету Городской Думы. Я предлагаю вам там этот вопрос расширить или, может быть, пригласить, кого вы считаете, то, чтобы там все вопросы... Зачем лишний раз сейчас будоражить? Вот если мы сейчас предложим... Я вам об этом и говорю. Я и говорю, что сейчас обсуждать. Я наоборот переведем туда и... Не включили... Все. Давайте закончим премьер. Мы включили это в повестку дня. Вопросы, запросы сформулированы. Предлагаю проголосовать за те вопросы и направить их в адрес администрации. и подготовить ответы на Апрельское или на Думу. Нет, не на Апрельское, а на Мартовское. На Городскую Думу, правильно? И пригласить туда... И пригласить всех участников процесса. От директора Экспресса, УМИ и прочих товарищей, которые принимали участие. Пригла... Да. Дело в том, что мы еще решили даже передумать, собраться по этому вопросу и обсудить. То есть, когда запросили всю информацию, чтобы нам до Думы предоставили. Михаил Класс, если будет два комитета, это реально. Я просто уточняю, стоит это или не стоит. Нужно, это или не нужно. То есть, наш комитет будет еще перед Думой собираться, да? А бюджетный-то будет собираться. Надо, соберемся. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Ой, за, против, воздержался.